Девушки отдыхают Мы не сможем видеть, куда нам идти Я ничего не вижу Так можно загребнуться в тумане Я никогда не видел ничего более удивительного Я не стану туда лезть без всякой причины Привет Отличный у вас отель Несомненно, несомненно Ладно, приятно было пообщаться Какая учтивость, какое красноречие Я вас не скоро позабуду О, эта комната намного больше моей Ну, больше, чем та, которая могла бы быть моей Ты никогда не стучишься перед тем, как войти в чужую комнату? Нет, не вижу в этом смысла У вас все нормально, мадам? Вы чем-то расстроены? На самом деле я расстроена Прошлой ночью меня украли мои жемчужные бусы прямо из номера А вместо них здесь оставили эту странную сферу Я шокирована Жемчуг, да? Патрик, что скажешь? Я думаю, за дело должны взяться детектив Спанч Боб и инспектор Патрик Согласен Не беспокойтесь, мадам У нас не было еще ни одного дела, которое бы мы не раскрыли И вообще, у нас не было ни одного дела Словом, у нас прекрасная репутация Боже мой Мы как следует во всем разберемся Мы не упустим из вида ни одной детали Мы осмотрим каждый угол Мы беремся за дело Я даже не знаю, что сказать Инспектор Патрик, надо быть на чеку Обращайте внимание на любую деталь Если нас сочтут невежливыми, пусть Взявшись за дело, мы его непременно раскроем Ха! Раскроем! Можно задать вам пару вопросов о пропавшем жемчуге? Конечно Когда вы в последний раз видели свой жемчуг? Вчера вечером Я не знаю, во сколько точно Но он лежал на столе рядом со светильником Не понимаю, как кто-либо мог пробраться сюда незаметно Дверь в номер была заперта? Да Я запираю ее, когда ложусь спать А когда она не заперта Перед тем, как войти Вежливые люди всегда стучатся Я не беру во внимание ваш случай Спасибо Ну, рад был с тобой пообщаться Да Мне тоже было приятно оторваться от своих мыслей Привет, Патрик, старина Эй, Спанчбоб Чем ты занимаешься? Дум-да-да-да-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-дум-дум-дум-дум-дум Да Ну, кажется, ты занят Не буду тебе мешать Продолжай себе бормотать Странные дыры Похоже, что пол прогнил Там внизу слишком темно Вот бы туда чем-нибудь посветить Привет! Что ты делаешь в моей комнате? Привет, я служащий отеля Мы пришли, чтобы выяснить, не желают ли постояльцы отеля Дополнительный десерт во время обеда Что-то ты не похож на служащего отеля Хотя, пожалуй, уберись у меня в номере Это не входит в мои обязанности Я расследую дело о пропавшем жемчуге В самом деле? А я-то тут при чем? Ну, мы надеялись, ты согласишься ответить на пару вопросов Ладно, только быстро, я занятой человек Видишь ли, дел у меня по горло Где ты был прошлой ночью? Я был в отеле Погода была отвратительная Туман по всей равнине расползся В такую погоду нечего делать на улице Ты вообще не выходил из номера? Я этого не говорил Я просто не был на улице Я спустился в вестибюль, почитал журнал Походил по коридорам Из отеля я не выходил Ты не заметил ничего подозрительного, когда гулял по коридорам? Да нет, управляющий спал за стойкой Кроме него я никого не видел Управляющий спал? За стойкой? Да-да, и еще громко храпел Это мешало мне читать Я чуть было его не разбудил, но потом решил, что когда он бодрствует, от него еще больше проблем Может было что-то еще необычное? Больше ничего странного не происходило? Но раз вы спрашиваете Перед тем, как лечь спать, я слышал какой-то шум из-под пола Звук такой, будто что-то куда-то волокли Странные звуки Да, именно так А не знаешь, что это за дыры в полу? Не знаю, откуда они взялись Пару дней назад я видел, как из одной из дырок выглянула устрица Должно быть, она заметила меня и сразу же нырнула обратно Ясно Спасибо, рад был пообщаться с тобой Когда будешь выходить, не стукнись об дверь Привет, это снова я О, какая редкая удача выпала на мою долю Я едва не теряю рассудок от счастья Ты знаешь, что у одной твоей постоярицы пропали жемчужные бусы? Да, у Виктории Элен из первого номера Как я могу не знать, она устроила целый скандал Могу я задать тебе несколько вопросов? Если это необходимо Где вы были в ночь с вчера на сегодня? Я был здесь, за стойкой Я здесь каждую ночь И каждый день у меня бессомница Ясно А никто подозрительный не проходил через вестибюль? Дайте подумать Ред вчера вернулся рано Он живет во втором номере Странный тип, но платит он всегда вовремя Чего я не могу сказать о Виктории А больше никого не было? Ну, эх, ладно, ладно, сознаюсь Я не могу больше выносить этот допрос с пристрастием Это сделал я Я украл жемчуг Только прошу, не надо больше этих унизительных вопросов Правда? Это ты сделал? Нет, я пошутил Неужели ты в самом деле такой простофиля? Баланус! Ты не знаешь, кто мог взять эти же мчужные бусы? Дай подумать Ты? Ага Это уже что-то Где мне найти этого странного ты? В зеркале Ясно, ясно Это весьма интересно Что ты знаешь об этой миссис Элен? Она здесь уже месяц и все еще не заплатила за проживание Хотелось бы знать почему У нее полно денег, но я их пока не видел Спасибо Ладно, приятно было пообщаться Какая учтивость, какое красноречие Я вас не скоро позабуду Жутковатая штука Спанч-боп? Что, Патрик? Думаю, мне лучше остаться здесь Почему? Я? Ну... Я боюсь в пещер Ты живешь под камнем Ну и? Ну, понимаешь, что камень, что пещера Ты хочешь сказать, мой дом пещера? Нет, конечно, просто слегка пещеристый, нет? Притворюсь, что я этого не слышал Ладно, ладно, как скажешь Жди здесь, я скоро Привет! Ты заблудился? Едва ли, трудно заблудиться у себя дома Я Чарльз Оскар Вильям Пьедмонд Август Винтроп И весь мир мой задний дворик От Марианской впадины до Большого Барьерного Рифа Где бы я ни был, я везде дома Ты супергерой? Нет, я исследователь А, а представлялся так, будто бы ты супергерой Что это за пещера? Это вход в пещеры ракообразных Древний лабиринт пещер, защищающий фокусирующую сферу Сферу, да? Да Хо-хо, клево Клевее, чем ты думаешь Фокусирующая сфера показывает безопасный путь сквозь обессальные равнины Иначе эти равнины никак не пересечь О, обессальные равнины Нам как раз туда и надо В таком случае тебе надо пройти коридоры смятения Коридоры смятения, да? Да А за ними ты увидишь бассейн осознания А потом врата из мышления Ты сам придумал эти названия? Может и я Но поверь, они весьма информативны Ты не одолжишь мне свой фонарик? Ну, ладно, возьми Только не разбей его, он дорогой Давай, давай! Пользуйся Расскажи мне о коридорах смятения Это целый ряд проходов Каждый светится определенным цветом Чтобы их пройти Надо идти в том порядке, как они загораются Какая глупость! Да, глупость страшная Но это единственный путь к бассейну осознания Расскажи мне о бассейне осознания Это глубокий бассейн в самом сердце пещеры Который по легенде предсказывает будущее Хочешь, предскажу твое будущее? Годы лечения у психиатра Эй, это не я придумал эту легенду Расскажи мне о вратах измышления Я мало что о них знаю Я еще не изучил все легенды, но уверен, они крайне опасны Мне пора! Удачи в экспедициях! Да, проваливай По-моему, тот парень что-то говорил о разных цветах Добро пожаловать в коридоры смятения Следуйте за цветами или безнадежно заблудитесь Ого! Ничего себе тут эхо! Входи в коридоры в той последовательности, в которой они подсвечиваются Ошибешься, придется начать сначала Только как следует сконцентрировавшись, можно проникнуть в святая святых пещер ракообразных Ох, ладно Буду внимательнее Ура! Сработало! Врата закрыты И сейчас это невозможно сделать И сейчас это невозможно сделать Привет! Какой ты старый Да, я стар Но и юношеская сила не так уж хороша, когда не хватает такта Хотя я и не знаю, что такое этот такт Но уж точно у меня его побольше, чем у некоторых стариканов Неоспоримая логика Вот это здоровский бассейн Это не плавательный бассейн, это бассейн осознания Заглянув в его воды, можно узреть свое будущее А он с подогревом? Нет Называй его как хочешь, но по-моему подогрев не помешал бы Поразительно Слушай, ты случайно не знаешь, как пройти через обессальные равнины? Вообще-то знаю За этими вратами святая святых пещер Там есть устройство, направляющее луч света Который показывает дорогу сквозь равнины Здорово! Мне туда и надо! Я не могу тебя пустить Фокусирующая сфера была похищена Двери останутся запертыми, пока сфера не будет возвращена Фокусирующая сфера? Да, она усиливает и направляет свет Без нее это устройство не работает Сейчас оно абсолютно бесполезно А никто подозрительный не проходил? Не знаю Никто не мог проникнуть в святая святых, миновав меня Но если ты это выяснишь, я пропущу тебя Значит, будущее, да? Да, но будь осторожен Каждый раз, когда ты смотришь в бассейн Ты заглядываешь все дальше в будущее Это может быть опасно Опасно, да? Да, зная свое будущее, можно лишиться чувства свободы выбора Свободы выбора, да? Да Желание изменить то будущее, которое увидишь Может привести к чудовищным последствиям Чудовищным, да? Ты вообще не понимаешь то, что я говорю, не так ли? Не понимаю, да? Забудь Ну, рад был с тобой поболтать По правде сказать, разговор с тобой возродил во мне интерес к обету молчания Ладно Испытаем этот бассейн, предсказатель Ну и что это значит? Эй, старец, эта штука не работает Ну и что это значит? Эй, старец, эта штука не работает Или работает? Ну-ка попробуем еще разок Эх, я знал, что надо было выбирать розовую дверь Да, странный этот бассейн Ладно, взгляну-ка еще разок Привет, Спанчбоб из прошлого Это я, Спанчбоб из будущего Я дам тебе один совет Будь добр с компьютерами Они твои будущие хозяева А память у них отличная Ого Это я далеко зашел Но это был ценный совет Ладно, последний раз Эй, Сквидвард Что? В мире столько могил И надо же так получиться Что наши с тобой оказались рядом Пока смерть не разлучит нас И даже дольше Спанчбоб, ты настоящий неудачник Эй, Сквидвард Ну что тебе, Спанчбоб? Ты не подвидишься немножко? Нет Эй, Сквидвард Ну что? Иди на свет! О, это, пожалуй, была излишняя информация Нет уж Я больше не хочу Увидеть свое будущее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Вот так-то лучше Посмотрим Там внизу есть еще одна комната Как же туда пробраться? Может, управляющий знает? Привет, старушка! Здравствуй еще раз Легко надоедливый, но чем-то весьма симпатичный юноша Можно я возьму сферу, которую оставил вор? Конечно, нет Я не выпущу ее из рук, пока не получу обратно свой жемчуг Баланус Ну, рад был с тобой пообщаться Да Мне тоже было приятно оторваться от своих мыслей Привет, это снова я О, какая редкая удача выпала на мою долю Я едва не теряю рассудок от счастья Так-так-так Наше расследование привело нас к определенным выводам Говорите, я весь в внимании Кто-то живет под отелем И сквозь дырки в полу пробирается в комнаты Этот кто-то наверняка и украл жемчужные бусы миссис Элен Нет, не может быть Я так и знал, что это может случиться О чем это ты? Видите ли, до того, как я купил этот отель, здесь жила устрица Я думал, это не важно, но может быть Устрица, да А можно мне осмотреть пространство под отелем? О да, это я во всем виноват Конечно, идите Ладно, приятно было пообщаться Какая учтивость, какое красноречие Я вас не скоро позабуду Это жемчужные бусы миссис Элен Надо скорее вернуть ей их Вот ваш жемчуг, миссис Элен Похоже, одна ушлая устрица проникла через дыры в полу и стащила бусы Но я преподал ей хороший урок И думаю, что она еще не скоро проснется Она больше вас не побеспокоит О, огромное спасибо, молодой человек Это подарок моего милого первого мужа Эдварда Эти бусы мне очень дороги Требую вознаграждения! Требую вознаграждения! Патрик, это невежливо О, прости Пожалуйста, требую вознаграждения! Пожалуйста, требую вознаграждения! Ну, вы, мальчики, заслужили награду Возьмите эту сферу Она мне больше не нужна Ура! Награда! Награда! КОНЕЦ Жди здесь, я скоро вернусь Ладно Смотри, фокусирующая сфера Теперь пропусти меня А, отлично, я открою врата За вратами ты увидишь еще одну загадку Прежде чем попасть в святая святых Когда решишь ее, верни сферу на пьедестал И туман рассеется Здорово! Спасибо, старец! Мне 52 Ого! Я думал, столько не живут Где-то я это уже видел Добро пожаловать в пещеры ракообразных Часть вторая Возвращение Первая часть была куда проще Следуйте за цветами Или безнадежно заблудитесь Попробуем еще разок Добро пожаловать в пещеры Я знал, что надо было выбирать розовую дверь Ого! Это волшебство! Прям как кролик из шляпы О, луч света проходит сквозь туман Пойдем за ним О, луч света проходит сквозь туман Пойдем за ним Преодолев падину Спанчбоб и Патрик Шагают в припрыжку Зная, что самое худшее Позади К сожалению, худший Действительно у них Прямо за спиной Это убийца Который следует за ними По пятам Его нанял планктон Чтобы остановить наших героев И этот головорез Подбирается к ним Все ближе